ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, здесь очень много. Дух Рыцаря Бередень. Может быть, я займал твое место? Йо. Рыцарь, это ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут кто-то сидит, чел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЗИРОВ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну где-то уже тут должен виднеется, если там пару метров. Вон, вон, вон. Вон? Скорее всего, это вот, да. Ну, на самом деле, на фотках он был не такой страшный. Он вообще... Йо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Он вообще на замочи ты не похож. Ты думаешь? Думаю. Знаешь, обычный такой, как сказать, старомодный. Не-не-не, такой криминальный райончик просто-то. Не-не-не, он крутой, очень красивый. Вау. И стрёмно. Вау. Ночлег на сегодняшний день. Какие фонари воздрёнями, кажется, будут снижаться. Погода антуража добавляет. Погода антуража добавляет, да. Чё, залетаем? Ялки, скидывай. Замок. О, это чё? Это неинтересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будет страшно. Это понятное дело, да. Не-не-не... О, да, кстати. Кстати, этой башни не было, её пристроили потом. Ты пристроил? Я пристроил. О, музыка. Музыка? Это специально для нас включили? У меня они уже красный коврог. Йоу. 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 Это просто всё прозраки, поэтому и так холодно. Я понял. Блин, офигенно. Мне тоже нравится. Николай, знаешь, что-то поминает мне какой-то замок, какой-то модный дворик, столики и просто... Тут, в принципе, пикничок можно устроить. Да-да-да. Мне интересно, как будет тут ночью. Поехали. Призрачные качели. Как тебе? Кайбу. Ещё музычка такая. Те не паяют на просне? Я не знаю. Это Майкл Джексон, да? Это он сам. Короче, тут в 15-м году привидения сфоткали. Вот, если так приблизить. Ну, они, наверное, видят на экране. Я выведу. Нет, тут видно, видно, видно. Призрак рыцаря. Реально. Вот тут, вот, вот, прям тут. Вот, вот, вот. Вот, прям тут. Размеры понять. Ну? Потому что это, наверное, баллась сама по себе. Но он из Крокса из пара выходил, может быть. Эй, всем привет, с вами Ту-Соус. Сегодня мы в Ялмпе, да? Еее! В новом месте. Специально для вас. В новом году врываемся просто с двух ног сразу. И исследуем новое место. Сегодня будет очень жарко. Очень много историй, всяких легенд связанных с этим местом. Мы постараемся узнать все-таки, что это за привидение здесь. Или привидение я. Или привидение я, да. Как обычно, провести эксперимент. И сегодня с нами по-прежнему Равшанчик. Приехал с нами, чтобы, опять же, нам не было страшно. Как обычно, за храбрость поставьте живый палец вверх. Напишите комментарии, что вы вообще думаете по этому выпуску. Забыли сказать, сегодня пятница 13. Двойной лайк за... Надеюсь, я выживаю. Не знаю, очень... У-у-у-у! Псссс. Ск резко. Зб... Готфердафонуроге. Готфер... Что это было? Чел. Чел. Ты чел? Чел. Чел. Ты слышал? Там шаги были. Шаги? Да. Сильно. Ты шаги слышал? Да. Отчетливо. Прям отчетливо. Как мы так? Вау. Как мы так? Шаги прям отчетливо слышал. Прям досконально вот типа. Там его на сцене? Чел. Чел. Ну ты понимаешь а что это за звуки? Вот то что там типа. Ну окей. Побежали. Так стрёмно. Мы за друг друга схватились и просто в стуле. Изначально Яунпилс был рыцарским поместьем, построенным как замок на воде в 1301 году во времена магистра Ливонского ордена Готферда фон Роге. И с 1576 до 1920 года оно принадлежало семье немецкого барона фон дер Реке. Замок был многократно перестроен и с течением времени пережил много страданий. Например, пожар в 1905 году. Однако внешне замок сохранил множество характерных для орденского замка признаков. Типичную кругловую башню, остов замка без окон и толстые каменные стены. В настоящее время в замке расположен туристический комплекс в средневековой стилистике с музейной экспозицией, гостиницей и рестораном. Я первый, получается. Слушай, я чуть передумал, что я хочу сюда идти, потом один. Это наш первый отделец нашего замка. Первоначально он был в Ливонском орденовите, как видите, спокойно. Сидел в конгородской замке и присматривал в Заленковском репсе. Но когда ворвались поляки, наш лидерец из Фондереке помнила одну вещь, чтобы Ливонский орден мог защищаться и очень много складывать деньги. А денег жалко. Он быстренько перешел в сторону поляков и поиски короний ему, как благодарность, подарил Янгельский замок, Добельский замок и еще 17 поместьев. Прожил 85 лет. Но наш замок знаменит и не только в Латвии, но и в России, и в Европе. Потому что в 18-м веке есть уже прекрасная, известная женщина. ЛСБ – это Курсаншалт, только он на реке. В 18-м веке, где женщины держат в руке книги, это обназначенно образованная женщина. Тогда очень большая река – это было среди женщин, которые умеют читать песенцы. При том, она не носила никаких украшений, потому что считала, что красота человека выходит изнутри, а не с ноги. Будущая немка, она очень хорошо говорила о Латвии в языке, всячески и дала споночкой с ноги. Он не любил свою жену, потому что он считал, что если женщина прочитала одну книгу, она уже слегкает. Но если у нас здесь создана библиотека, театр, говорить о Латвии, значит светло совсем. Это 6 лет, что она здесь проливала, он все время издевался над ней. Ей надоело. Она взяла свою трехлетнюю дочку и уехала в Митова. Вы знаете, где Митова? Где-то пилка какой-то. Да. Все молодые знают пиво. Но говорят, что не вкусное. Я не знаю. Но это елга. Пока добралась до Елгавии, дочка заболела, умерла, и она подала на развод. В 18-м веке это шуб общество. Через 4 года она стала свободной женщиной, и тогда она стала известна не только в Латвии, в России, но и в Европе она стала известна как Прайдельса. Проживаю почти 80 лет. На честь ее имя у нас на улице. Улица Ези. Вот это бинный погреб получается. 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 Если что, чтобы вы понимали, что это нужно как бы пригнуться, чтобы все заходить так чисто. Это место, когда-то было так развлекательное место, где развлекались полицей. Первый год. Когда парень приезжал в нашу парню, он сказал, бинный погреб. Все погреба были соединены. С одного погреба шли три потайни хода. Вход к преречной женщине был строго запрещен. Женщина в нее нельзя обидеть пьяно-новщики. Если такая женщина приличная посмотрела на это все, все, у нее репутация бы испортилась, и на ней уже никто не жилец. Несмотря сколько, какой большой идеи у нее, или много денег придавал. Все. Чтобы вами помыть. Коварки, дети одни. Как и о любом подобном месте, об этом замке сложено множество легенд. В основном они связаны с Матиасом фон дер Реке, владельцем замка в 16 веке. Во время шведской войны он сражался на поединке с самим шведским королем Карлом IX. После поединка в руках Реке оказался меч короля и его шапка с дорогими украшенными лентами. Эти ценные предметы хранились в замке до Первой мировой войны, но потом, увы, они были утрачены. Польский король за отвагу подарил барону Реке поместье в Кабиле, и когда старый барон умер, его сыновья никак не могли найти документы, удостоверяющие права на это поместье. Случилось так, что вскоре один из баронов оказался на грани банкротства. Спасти его могла только продажа имения. Однажды вечером к воротам замка подъехал рыцарь, облаченный в доспехи. Он передал хозяину сверток, который оказался нужным документом, и помог барону уладить свои дела. Люди поговаривали, что это было привидение, которое помогло барону сохранить свое радостное гнездо. И сейчас иногда в замке можно увидеть силуэт мужчины в старом одеянии. Мы сейчас прямо здесь находимся. Он часто появляется ближе к вечеру, и остается на некоторое время в стенах замка, проверяя, все ли там в порядке. Кстати, толщина стен достигает почти двух метров. Рассказывают, что в них замуровано много людей. Возможно, там замурованы шведские военнопленные, привезенные Матиосом в фон де Реке с войны. Дело в том, что шведы отгородили по приказу барона высокой каменной стеной квадратную площадку и жили там под открытым небом, выполняя все хозяйственные и строительные работы. Когда же надобность в лишних руках отпала, то, как об этом повествует легенда, барон согнал пленных в деревянный сарай и собственноручно поджег его. Вообще, поговаривали, что он был одержим бесом. У него имелось такое кресло, что двое слуг его еле могли нести. Когда на барона нападал гнев, он ходил с этим креслом как с тростью. Я вроде как читал, что тут вроде как самая барана. Я могу сказать то, что не слышал очень много всяческих. Тогда был точно, как и сегодня, канавал. И мне надо было что-то принести, что-то осмотреть, чтобы приличность целого года выглядела как на канавале. И помню, я ушла и наверху девочки там гладили что-то. Вызрак, которого назвали Брунус. Я иду и говорю, «Здравствуй, Брунус! Твоя девочка пришла!» И знаешь, что окончательно сразу электричество пропало. Наверху девочка начала кричать. Я все, что держала в руке, все сбросала здесь. Все. Извинилась. Брунусу, что я так не думала. И только на утро, где-то опять показался периодически, никто ничего не сделал. Сама. После этого у меня хозяин говорит, что со мной нельзя спорить. Если кто-то у меня наезжает, Брунус все время отомстил. И говорит, что я ведьма. Это глупости. Я не ведьма. Я верующий человек. Когда люди живут в таких замках, они несчастные люди. Я когда читаю историю, все они женились на деньгах, на титулах и так далее. Но наш замок хороший, потому что здесь наверху спали. Это хорошие эмоции. В 1905 год все сгорело. Погодняя часть сиянница. Мы перейти здесь сила. Добрый день. Я экстрасенсом не очень верю. Но говорят, что здесь какая-то золотаржа. И когда люди надолго здесь встают, у них даже плохо остается. Прямая большая энергия здесь скапливается. Но могу сказать, что детям это мне стаблинает. Весь замка ходит, улыбается, ходит, есть и не начинает плакать. Серьезно? Да, серьезно. Я за след здесь работаю и это вижу. Странно. Странно, да. Я вся, я сначала не придала значения. Но если ребенок все время улыбается и хорошо себя ведет, вот здесь он ему уже все. Ну, а как вы думаете, кто вообще на фотографии изображен? Влитель? Да. Влитель, только наш влитель, который первого мы видели, мы уже до спеха видели. На улице видели, мне кажется, такая чудо. То есть тут может быть не один, а... Нет. Здесь очень много. Мы только говорим про главных. А, я понял. Совсем недавно я смотрела свои материалы и видела в кабаке была и сфотографированная женщина. Человеческая женщина. Ну, это как будто все нужно от этого спешить. Да, расслабься. Ну, вы обязательно услышите, когда уже не будет людей. Ну, да. Вот здесь именно говорили, что здесь, когда одна почница, она говорит, все почистено, слышно. Ну, как будто, как будто, как будто. Я еще просто слышал, что студия передвигаются. Ну, не только. Ну, а ты так? Ну, я помню, когда в трактире девочка приехала быстрее. Она не могла в трактире сидеть, потому что в большом зале как будто все передвигает. Все открывает дверь, а там ничего нет. Закрываешь и опять чувствуешь, что-то делается. Но я опять вам говорю, что как-то мужчины их не проходят. Они любят женщин, которые спорят и себя ведет, как маленькие напольоны. Много людей вот видели, прям видели именно призраков здесь. Ну, например, приходит уборщица. Ну, 6 часов у него. Если большой какой-то мероприятие. Вот она тогда чувствует. Он говорит, мой пол, большой замок. Ну, как-то чувствует, что не могу подвинуться. А так где стена? Да. Ну, он говорит, ничего нет. А то он как будто стена. Я бы никогда здесь не остаюсь. Как мешаешь. Есть, есть люди, которые фотографировали очень много. Иногда фотографии вы смотрите и не видите то, что потом вы видите. И часто я смотрю какой-то кружочек без ног, без ничего. И помню, здесь столы были. И когда столы накроются, мы всегда сфотографируем, чтобы показать, как мы можем это сделать. Когда смотрели на фотографии, в краю стоя сидел именно рыцарь. Только без доспеха, но таком белом и креском. По факту тут могут быть намного больше привидений, чем мы предполагали. Намного больше. Рыцарь, шведские военнопленные. И здесь еще находится так называемый погреб ведьм. Старая легенда гласит, что в незапамятные времена ведьмами посчитали всех красивых женщин и девушек, которые отказались сойти с бароном. Тогда барон велел мужьям силой привезти их на мызу и посадить в погреб ведьм. Есть давали кости, которые приносили им с псарни. Были там и настоящие ведьмы, которые были околдованы как безумные. Как мы говорили ранее, привидение охраняет благополучие обитателей замка и помогает им в делах. Правда все это или нет, мы как раз таки сегодня это и проверим. Да, вот уже проверили, когда мы упали. Сегодня нам предстоит, ой какая длинная ночь. Мы просто услышали три сильных каких-то удара и ты услышал шаги, да? Я услышал отчетливо шаги. Просто чтобы вы знали, за камерой мы ничего не видим, там темно, но там большая такая сцена. И просто, я не знаю, какая-то паника у меня появилась у некита. И мы просто рыбанули. Ну, в принципе, вы все видели и так. Мы сейчас все эти парты записывали вдвоем. Но после этого мы позвали Равшанчика, поэтому он сейчас вспоминает. Вы его не видите, но с ним... Намного спокойнее. Но с ним нам намного спокойнее. Рыцарь, привет. Мы хотим знать, ты здесь живешь. Если ты здесь живешь, то есть дай какой-нибудь звук. Ну или дай какой-нибудь знак. Мы просто хотим поговорить. Мы хотим узнать, что связывает тебя с этим местом. Всего лишь задать несколько вопросов. Мы пришли с добрыми намерениями. Издай какой-нибудь звук, если ты нас слышишь. Подписание. Ага. Не знаю, что там. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Никто же делал дилу. Он же музыку берет Мы это в этой моде Мы это из вас Как давно ты здесь? Тебе нравится музыка? Ты хочешь, чтобы мы тебя спели? Ух ты, слава Семь Мы можем тебя увидеть Это Это В моем сайте это известно Тише Вчера Что-то было плохое Ты наверху? Если ты сверху, то спускайся Ты не хочешь, чтобы мы здесь находились? Ладно Рыцарь, если ты здесь Издай какой-нибудь звук Издай какой-нибудь знак Мы ищем тебя по всему замку Почему тебе не нравятся именно девушки? Присаживайся к нам со стола Поговорим Казбия? Казбия? Бертва? Я испугался Бертва Да Максим Если ты прямо здесь То Можешь Издать звук Чтобы мы понимали Что мы можем с тобой поговорить Что мы можем с тобой поговорить Ты понял? Да Может быть я занял твое место И мне нужно встать Варя писай, если я смыл с дровым лаком Можешь писать звук Характерный этому Я пойму тогда, что мне надо встать Можешь присесть рядом Где он? Где он? Где он? Рыцарь, если ты слышишь, я пересел, освободил тебе место. Ты можешь присесть рядом? Не, обстоятельств, блока, маном, драгом. Что, мы поменяли локацию? Йоу. Йоу, мэн. В общем, мы на балконе сейчас, вот, вон там сцена, и будем дальше пробовать. Снизу установили рэмпот, если вдруг привидение решит наведаться к нам, это все будет застанно. И сейчас, ну что, разговариваем с рыцарем дальше. Рыцарь, ты нас слышишь? Сдай какой-нибудь звук. Да, такой же опять. Это же не раз было. Да как будто опять рэмпот. Ну, сейчас камера все сняла. Ну, типа, ну, типа, я вообще не скрипел сейчас так сильно. Если это, камера все сняла. Там, когда пищит, там все загорается, поэтому все будет видно. Зачем тебе открывать окно? Ты че, молодой? Ну опять, ну почему я это не... Тону его. Серьезно? Ну вот, 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 вот. Что, ты что, ты не видишь? Вижу. Посмотри, как я далеко держу. Да желтое было. Вот, 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 вот что. Стоит. Смотри, я вот дальше даже вообще. Во. Ты здесь с нами находишься? Тут кто-то сидит, чел. Ты с нами сидишь? Ты просто решил за нами понаблюдать? Ты вышел? Или ты здесь? Что это было, чуваки? Ты можешь обратно вернуться. Мы с тобой просто хотим поговорить. Ты можешь сесть обратно. Или на другой любой стул. Ты это видел, чувак? Видел. Это было интересно. Слушай, причем, причем, когда он, типа, начал так делать, а сверху какой-то, типа, звук был. У меня, на самом деле, чуть-чуть мурашки пробежали. Это было... Необычно. Это было круто. А куда он сел? Ты можешь найти его? Пройдись по всем. Пересел. Я думаю, что да. Да неужели мы его спугнули? Я не понимаю. Ну что, нет никаких эмоций вообще? Не знаю, не знаю, не знаю. После той ситуации, когда мы упали с Христовым, у меня теперь уже любая ситуация окажется такой. Я сам не знаю, или меня что-то вообще удивит после этого. Ну как? Ну даже, ЕМА даже сработал, но мы не успели даже поговорить с ним, поэтому я пока остался сосредоточен. В общем, на вот этом вот стуле сидел. Слушай, ну это уже прогресс. Ну это прогресс. Причем, говорили же, что он часто на балконе тусит. А он сейчас, получается, был с нами? Да, так почему он не знал никаких слухов? Почему он испугался? Ну не знаю, я не думаю, что... Ну он добрый, да. Ну и вряд ли каждый... Ну не каждый день тыкают в него ЕМФ, типа. То есть ты хочешь сказать, что я тыкал в призрака? Получается, что так. В общем, для зрителей, если не знают, просто говорят, типа, то, что призрак, который здесь себе тает, ему нравится музыка, и когда сюда приезжают люди, они поют ему песни. А вообще говорят, что это полукультура местная. Это часто всякие шоу-программы происходят. Поэтому давай. Раз, два, три. Да нет, подожди, какая это русская песня популярная, которую можно успеть? А есть какая? Курерман, лид машина еще была. Ну да. Типа, Курерман, лид машина. И все. И так постоянно. Курерман, лид машина. Да, и опять, и то же самое. Там, так три раза споешь, и потом Курерман, лид машина. И все. Ага, нужно типа, или... Это, нет, я сам придумал только что. А, нет, нет. Курерман, лид машина. Давай, давай. Курерман, лид машина. Курерман, лид машина. Йо. Курерман, лид машина. Не, я думаю, ему нравится. Если он так тасушил, я думаю, вообще сейчас задание покинет. После такого исполнения. Он такой, ну... Интересный thing. Очень интересно. Да. 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 Нет. 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 Первая пупа твоего имени какая? Дай мне скупиться. Дух рыцаря, мы тебя отпускаем, прощаем. Дух рыцаря, мы тебя отпускаем, прощаем. Дух рыцаря, мы тебя отпускаем, прощаем. Дух семейства Рэйки, приди. Ты сейчас с нами? Допустим. Первая пупа твоего имени какая? Ты женского пола. Ок, значит ты мужчина. Спросим еще раз. Первая пупа твоего имени? Ты. Ты готов. Я никого не знал. Ты не любишь женщин? То есть, нет, не люблю. Или нет, не люблю. Значит, в каком году ты здесь жил? Ну, НСК просто. Да, прощается. Ну, ладно, закончили тему. Извините, честно забыл. Дух семейства Рэйки, уйди. Дух семейства Рэйки, уйди. Дух семейства Рэйки, уйди. Поздравляю. 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 Еще раз. Один остался. Да, ну вообще, ему вообще... Ты понимаешь? Я сейчас забрал. По старой традиции. По старой традиции. По старой традиции, да. Уже такая появилась у нас. Мы сейчас будем разделяться, но так как сегодня вечером, когда мы с Крисом записывали для вас рассказ о музее, случился данный инцидент, который вы уже видели, мы решили, что в этот раз мы не будем разделяться полностью по одному. Мы с Крисом вдвоем пойдем в подвал. Бедный погреб. А Равшан, персонаж просто он... Он говорит ему... На чем-то там вот так вот ходит, короче. И решил, что он готов за нас вступиться и побыть здесь, где нам было дико страшно. Ну да, в принципе, в этом большом зале с балконом наверху. Мы Равшану желаем огромной удачи. Ну что? Удачи. Возьмемся в назначенное время. Да. А вы сюда подойдете? Мы к тебе придем. Давай, давай. Все, давай, удачи. Что, я-то первый. Ну что, мы с тобой здесь. Мы с тобой в видном погребе. Ну что, мы сразу же начнем с приложения. Приложение называется Host Talker. Like. Вы его, в принципе, уже в действии видели. Оно не сто процентов будет работать. Но, как говорится, попытка не пытка. Поэтому будем пробовать на английском языке. Но мы будем вам переводить. Если кто не знает. Рыцарь, ты сейчас с нами? А, я на кадре. А ты с нами? Ты со мной в кадре где-то здесь. Может встать какой-нибудь звук? Помню, что ты с нами. Так долго мы ждали сегодня. В пикшер фотка. Фотка, которая была. Чувак, у меня мурашки пошли. Так. Что, по традиции. С Богом. Ребята очень не хотели сюда идти. Я не знаю. Мне как-то тут спокойно. Да, он огромный. Но нет такого, что я тут стою. Мне как-то не по себе. Рыцарь, ты тут? Я один. Дай знак, что ты тут. То есть ты хочешь сказать, что с нами глава всего замка? Как тебя зовут? Выбор. У нас есть выбор. Фон Роги, это ты? Это ты нас сегодня испугал? Ты можешь смело отвечать, не бояться. Что? Ну, мы не нарушали никаких правил, так как вежливы с тобой. И мы с уважением к тебе относимся. Что это было? У нас есть звук. Тихо. Делиться. Поделиться своей жизнью. Мы готовы выслушать тебя. Мы здесь, потому что мы хотим понять, что здесь происходит, почему тут так часто происходит какая-то пранормальщина. Разобраться. Почему тут люди часто испытывают страх, пугаются. Нам говорили, что когда маленькие дети сюда заходят, они не могут здесь много находиться. Поэтому мы осмелились, спустились поговорить с тобой. Это балкончик. Ты же там сидел. Ты там? Рыцарь. Подай хоть один знак. А сейчас какой-то звук был. Рыцарь, это ты? Повтори-ка. Повтори, пожалуйста, этот звук. Хорошо. Допустим. Я возьму этот прибор. И, может быть, ты с нами. Что? Энтер. Энтер, я вхожу, типа. Ты входишь? Ты идешь к нам? Что? И выход. Он дал выход. Выход и желание. Что? Повтори-ка, он с нами здесь наблюдает. Я от этого как бы не по себе. Если это так оно и есть. Нет, не сидит. Окей, давай так. Если это фон Рогги, тогда не показывай ничего на телефоне. А если это рыцарь, Брунос, тогда выдай какое-нибудь слово. Опять мурашки. Слева? Да ну, нет, нет, нет. Слева от меня. Ты слева? Рыцарь, ты с нами здесь? Если ты с нами здесь, дай какое-нибудь слово. Слово, которое даст нам знать, что это ты. Ну, хорошо. Если ты перехотел с нами разговаривать, показываться, давать какие-то звуки, то мы хотим тебя предупредить, что ты не можешь за нами идти. Эта дама в твой дом. И ты должен остаться здесь жить. Ты поедешь в твой дом, в своей дороге. Ты не можешь за нами следовать. Блин, мне кажется, тебя тут... Ты тут? Не, серьезно. Мне кажется, тебя тут нет. Ну, хотя бы пройдись рядом с этим рэмподом. Опять-таки, надеюсь, на монтаже ничего сзади меня не будет. Ничего во времени. Вроде как, с ребятушками договорились, что как-то в это время мы встречаемся, а они идут сюда. Но их что-то нет. Если бы мне задали вопрос, верю ли я в привидений, то после сегодняшнего дня я бы сказал процентов 60, что да, 40, что нет. Сегодня, когда мы записывали рассказ про замок, мы видели этот момент. Это я не могу объяснить никаким образом. Вообще, абсолютно. Это не может быть ни какой сквозняк, ни старая мебель. Это реальные звуки, которые реально происходили в тот момент. Я рад, что вы съездили сюда. Очень классное место. Поддержите этот ролик. Распространите его максимально. Нравится вам или не нравится, что бы добавить, что вы хотели бы увидеть. Может быть, какой-то эксперимент. Все вот это, что вы хотели бы видеть от нас, вы можете спокойно комментарии вот так вот пальчиками-пальчиками напечатать. И мы обязательно обязательно все комментарии читаем всегда. И всех видим. Всех оценим. Спасибо вам, что вы с нами. А вот и фонари. Эй. Йо-о-о-о. Йо-о-о-о-о-о. Мээээнль. Меня тут просто без остановки. Просто даже находил и постоянно разговаривал. С нимRA. Ответы так и не понравились. Причем, 3 часа ночи сейчас. Ну что, ребят, огромное спасибо, что вы досмотрели до конца. Вы молодцы. Большие молодцы. Самые преданные, самые наши любимые зрители, которые смотрят вот это. Вы реально крутые. Сегодня был безумно необычный день, и я рад, что мы сюда приехали. И получается уже увидимся с вами в следующем месте, да, Павшанчик? Да, я надеюсь, вам очень понравилось. Мы старались. Все, всем пока. До следующего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok